Американцы развлекаются, унижая русских с молчаливого согласия Кремля Политика 16 октября 8.44 Американцы развлекаются, унижая русских с молчаливого согласия Кремля Блогер Андрей Раевский об особенностях российского киднипинга и слабой власти РФ Андрей Раевский Комментарии в просмотров 6026 Фото, Валерий Шарифулин, ТАСС Нет, это будет не статья о русских, похищенных в Чечне, это было очень давно, или где-то в зоне боевых действий Я буду говорить о США и Иране Во-первых, вот несколько ссылок для контекста О незаконном задержании ФБР депутата Ингиумашевой представьте, что ФСБ допрашивает сенатора США Агент ФБР допрашивает российского законодателя, предлагает неформальную встречу О довольно странном аресте к серо-российской журналистке Юлии Юзик Иран арестовал российскую журналистку Юлию Юзик за шпионаж Недавняя статья Пола Крэга Робертса Русские когда-нибудь будут учиться Мой собственный анализ для Андре Вью Кидниппинг как инструмент имперского государственного управления Короткое уточнение Иранцы заявили, что задержание Юзик было связано не со шпионажем А с нарушением визовых формальностей Которые будут разрешены в ближайшее время Далее я хотел бы прояснить несколько вещей Прежде чем обсуждать то, что я считаю российской проблемой кидниппинга Читайте также Кремль не понимает Какой катастрофе толкают нас предатели во власть И Пол Робертс Провокации Вашингтона в отношении России Плюс пассивность России равно план гибели земли В случае с Юзик я не думаю Что она шпионила на кого-либо Включая израильтян Почему? Во-первых, я читал Что она въехала в Иран с израильской визой в паспорте Это не очень умно Особенно для предполагаемого шпиона И, кроме того, даже израильтяне не настолько высокомерны Или некомпетентны Далее Если иранцы, у которых службы безопасности по-настоящему мирового класса Действительно подозревали Юзик То у них было много других вариантов Включая 1. Провести оперативный эксперимент и заснять ее нелегальные действия 2. Скормить Юзик дезинформацию Чтобы запутать ее боссов и выловить всех шпионов в Иране 3. Связаться с ФСБ и предупредить россиян о ее настоящем профессиональном профиле Это только три из наиболее очевидных вариантов Есть много других Наконец, шпионов не арестовывают сразу по прибытии в страну Это действительно не имеет никакого смысла Но какой в этом смысл? Некоторые отмечают, что Юзик тесно связан со всевозможными токсичными российскими неформальными или несистемными оппозиционными группами Это абсолютно верно И я уверен, что Юзик любит Путина не больше, чем она не любит Иран И, может быть, она действительно любит Израиль Но это не делает ее пригодной для использования в качестве шпиона Хотя это могло бы сделать ее жертвой путинского режима И, жертвой его СД, ненависти к настоящим журналистам По крайней мере, если бы российский МИД не действовал быстро и твердо Правда заключается в том, что эти журналисты Ходорковского не представляют угрозы для Путина или для его режима Именно это их так злит, и поэтому им приходится изобретать гонения Экс Найло Лад Из ничего СД Так что же здесь произошло? Я думаю, надеюсь, что мои иранские друзья поправят меня Если я не прав, прошу Дело не в самой Юзик Я вижу два варианта 1. Израильская виза действительно разозлила кого-то в Ксир, и этот человек действовал импульсивно 2. Это результат внутренних распри в Иране Первый вариант очевиден, поэтому позвольте мне объяснить второй Многие иранцы имеют многочисленные предубеждения в отношении России Некоторые к ней относятся даже враждебно или с подозрением Они не одиноки Есть много россиян, которые не доверяют иранцам В первом случае причина история войны российских интервенций Не говоря уже о поддержке Советским Союзом войны Саддама Хусейна против Ирана В российском случае позиция Ирана по Афганистану, Чечне и, особенно, Боснии создали плохой образ Ирана И, в меньшей степени, ислама, в некоторых российских кругах Здесь нет ничего нового Другие страны сталкивались с такой же проблемой Франция и Германия, Россия и Китай и т.д. Я предполагаю, что кто-то где-то в иранской структуре власти увидел в этом возможность создать проблемы в отношениях между Россией и Ираном Для меня характерным признаком является то, что Юзик была арестована Согласно различным сообщениям, группой спецназа КСИР Именно так поступают с настоящими шпионами, чтобы не дать им покончить с собой или уничтожить улики Трамп толкает США в Великую депрессию 2.0 Идя по стопам Гувера 90 лет назад ФРС создала такие же условия для страшного кризиса Куда тебя в России приведет найти ее? В общественном мнении, как в России, так и за ее пределами Россия просто выглядит так, что она слабая и что ее легко запугать Сейчас, конечно, внутри России такого рода взглядов В основном, придерживаются проамериканские либералы Которые просто ждут, чтобы разжечь пламя против Путина и Кремля Большинство людей в России действительно понимают причины По которым Россия не принимает ответных мер Мария Захарова только что повторила все это по телевидению Она подвела итог всего этого Упомянут русскую пословицу на обиженных воду возят Прямой перевод, который на английский не имеет никакого смысла Что-то вроде вода носится на спинах обиженных людей Эта пословица возникла во времена Петра Когда услуги по канализации были доступны неповсеместно И когда некоторые нечестные государственные служащие Которые должны были доставлять воду на повозках бесплатно Начали взимать за это деньги Когда царь Петр услышал об этом То он наказал этих жуликов Заставив их самим впрягаться и таскать конные экипажи В настоящее время слово обиженный имеет другое значение Тот, кто дуется или ноет Поэтому я бы, очень свободно, перевел его как скулила Или что-то в этом роде Еще более свободным переводом может быть не скули как сука И к тебе не будут относиться как к одной из них Проще говоря, такие понятия, как эви или гуальт Не являются русскими Когда люди на Западе возмущаются То они обычно много говорят Они угрожают, жалуются, протестуют, осуждают и т.д. Русские обычно ничего не говорят Терпят боли и сосредоточиваются Кроме того, в русской культуре жалобы Угрозы или протесты рассматриваются как признаки слабости Например, совет, который дается любому Кто попадает в тюрьму в России Звучит так Не верь, не бойся, не проси Если бы так называемые специалисты по исследованиям России Другие эксперты на Западе поняли эту ключевую особенность российского мышления То они избежали бы столь частого непонимания России Происходит вот что Каждый раз, когда кто-то на Западе похищает российского гражданина Или не уважает его дипломатический статус То российские чиновники очень скучно и вяло протестуют В основном за закрытыми дверями А публично повторяют давно законсервированные фразы Об обязательствах США по международному праву О том, как невоспитанное поведение США в конечном итоге Будет иметь эффект бумеранга И даже приведет к еще большей дискредитации страны Которая скромно считает себя градом на холме Незаменимой нацией Страной свободных Домом храбрых и т.д. А для нерусских все это просто пахнет как слабость СМ Статью Пола Крэга Робертса Русские проглотили новое унижение от США И готовы унижаться дальше И в этом настоящая проблема России В Азии каждый ухватывает это Иранцы прекрасно это понимают И не путают вежливо улыбающихся дипломатов Со слабостью России Будущее Ирана во многом зависит от России И иранцы это прекрасно знают Как и в Альянсе Путин-Си Айтала Аль-Хамине и Путин тоже прекрасно понимают друг друга Отсюда их немедленная реакция Что касается россиян То они также понимают Что это был не враждебный акт со стороны Ирана как страны А либо бюрократический провал Либо случай внутри иранской борьбы Что случается и в России Но на Западе очевидная пассивность России И даже ее вкус к боли вызывают только недоумение и разочарование И я считаю Что Россия необходимо решить эту проблему по следующей причине Благодаря неустанным усилиям Обамы и Трампа Англо-Сионистская империя тонет гораздо быстрее Чем кто-либо Включая меня Мог бы даже подумать Правда то, что Европа по-прежнему является колонией США Но туземцы выражают недовольство И налицо все признаки того Что, по крайней мере, Старая Европа Она же Западная Европа Медленно приходит в себя и понимает Что США не только не может многого дать Но не может даже и наказать очень больно Мало того, что старым европейцам будет жизненно необходима помощь России Чтобы справиться с новыми европейцами Или восточноевропейцами Жаждущими стать колониальными слугами и штатными подхалимами империи Когда ЕС, наконец, потонет Что, по крайней мере, для меня вопрос не если, а только когда А сейчас и до тех пор, пока Россия все еще будет выглядеть как добровольный мешок для бития Соединенными Штатами Будущие потенциальные союзники всегда будут задаваться вопросом Является ли Россия бумажным тигром или, что еще хуже, притворно сопротивляющейся страной Но в действительности мелкотой Европа и Америка больше не являются приоритетом внешней политики России Хотя бы потому, что сейчас США недоговороспособны Тем временем ЕС пытается найти какой-то средний путь между США, Россией и сумасшедшими у себя на Востоке На самом деле, приоритеты российской внешней политики сейчас на юге, востоке и севере Но давайте здесь не будем путать причину и следствие Истинно суверенные США или ЕС были бы превосходным партнером для России во многих отношениях Поэтому она не имеет права не делать всего возможного Чтобы попытаться изменить нынешнее восприятие России в СД, США и ЕС Так что же могла бы сделать Россия? Я немедленно исключу все действия, которые были бы незаконными в соответствии с международным правом и российским законодательством Тот факт, что политический неандерталец действует как бандит Не является причиной для цивилизованных людей, чтобы подражать ему или отвечать тем же Каждая страна, каждая нация должны решить для себя Является ли верховенство права, национальное или международное, чем-то Что имеет для нее большое значение или нет Тем не менее, я считаю, что из законных действий, которые россияне могут осуществить Для начала русские могли бы вести себя намного более настойчиво в ООН Я понимаю, Лавров должен был сказать, будто он уверен, что Трамп и Помпео не имеют никакого отношения к последнему незаконному отказу в выдаче вес российским чиновникам в ООН Он пытался помочь Трампу, который, вероятно, действительно не имел к этому никакого отношения Но Помпео, конечно, Лавров и все остальные понимают, что это не могло бы произойти без одобрения Помпео Насколько дипломатические разговоры Лаврова помогли Трампу Я не думаю, что это имело какое-либо значение Но это действительно заставило Лаврова выглядеть глупо Очень редкий случай, в глазах западной публики Стоило ли оно того? Я так не думаю Далее Пока россиянам не удалось реально оказать давление на США по всему миру Но действительность такова, что в распоряжении у России множество вариантов нанести ущерб интересам США в сферах безопасности, политики и экономики Например, в Африке, где в последние годы Россия и Китай приобрели большую популярность Или в Латинской Америке, где Россия может оказать гораздо большую политическую поддержку группам, находящимся в оппозиции местным компрадарским режимам, скажем, в Бразилии, Колумбии или даже Мексике Я не имею в виду делать то, что делал СССР, и тратить миллионы на местные коммунистические партии или в одиночку поддерживать местную экономику Но русские могли бы хоть начать использовать политические методы, тайные и явные, чтобы показать американскому разведывательному сообществу, которое сразу же это обнаружит, что за все надо платить свою цену В этом случае было бы важно стартовать очень низко с нескольких действий тут и там, достаточных для того, чтобы американцы в США заметили это, а затем протестовали по обычным каналам Как только это произойдет, русские могут просто сказать, вы относитесь к нам как к враждебным элементам прекрасно, но за это придется заплатить свою цену Первый раз дядя Шмуэль вряд ли обратит на это внимание, но как только это станет системой, особенно с нарастающим эффектом, поверьте мне, он на это внимание обратит Сирийский заговор Кремля, Путин и Эрдоган решили подорвать силы США Ближневосточный регион оказался на грани большой войны, каждый ведет свою игру И подумайте вот над чем, США уже находятся в состоянии и с 2013 года участвуют в полномасштабной агрессии против России Они в значительной степени исчерпали все мерзкие меры, которые США могли бы осуществить более или менее безопасно Дальнейшая эскалация, скажем, путем отключения России от SWIFT, или попытка установить бесполетную зону над Сирией Или попытка отключить Россию от интернета, или блокада российских кораблей И это все меры, которые часто упоминаются, но которые определенно вызовут опасные русские ответные меры Русские сделали несколько, очень нехарактерных для них, предупреждений об этом И американцы в США, скорее всего, прекрасно это поняли То же самое произошло, когда украноцисты были на грани нападения на Россию И Путин решил, опять же очень нехарактерно, предупредить Киев Что любое такое нападение будет иметь серьезные последствия для украинской государственности Все украинцы, большинство из которых были русскими или понимали российскую политическую культуру Сразу поняли, что это значит, и объявленное наступление было отменено Вывод, российский пиар все еще часто отстойный Да, RT был огромным прогрессом, и даже Sputnik, вероятно, имеет какое-то воздействие на западную аудиторию И такие дамы, как Захарова, несомненно, представляют огромный прогресс по сравнению с советскими представителями с каменным лицом Война в Сирии 2.0, Путин переиграл и Трампа, и Эрдогана Но надолго ли действия Анкара ведут к тому, что Сирия полностью перейдет под контроль Асада? Затем в течение многих лет проводилась странная политика очевидного умиротворения нацистского режима в Киеве После самой публичной угрозы Путина, с тех пор, как он отказался даже принимать телефонные звонки от Порошенко, и с тех пор, как русские, наконец, начали раздавать паспорта украинцам, ситуация на этом фронте несколько улучшилась Но на протяжении лет российская оппозиция, патриотичная или не патриотическая, предупреждала о неизбежной продаже Новороссии и это нанесло Кремлю ущерб, даже если такой продажи не было Я думаю, что настало время для Путина или Лаврова начать не принимать звонки от Трампа или Помпео Первоначально в переносном смысле, но при необходимости, может быть, даже буквально Что касается патриотической оппозиции Путину, то с ней можно было бы легко иметь дело 1. Начать к ней прислушиваться и проявлять гораздо больше твердости, скорее всего, в отношении Запада СД 2. В конце концов, изгоните некоторых из наиболее токсичных представителей пятой колонны во власти 3. Пригласите эту оппозицию для настоящей общенациональной дискуссии на различных общественных форумах Валдай, ТВ, Радио и Т. Д. Я думаю, что многие из этих патриотических противников Кремля были бы рады полностью поддержать Путина Если бы он поступил таким образом Если он этого не сделает, то эта оппозиция будет только разрастаться Москва знает давно, как уничтожить США без многомиллионных жертв Найден способ замочить в сортире и уничтожить всю ядерную инфраструктуру США одним ахом Таким образом, я считаю, что как по внешним, так и по внутренним причинам Кремль должен разработать и осуществить более жесткую политику в отношении похищения российских граждан по приказу США Я также считаю, что это произойдет, когда политические издержки для Кремля в связи с его нынешней вежливостью станут еще выше Еще одно Помните захват Соединенными Штатами российских дипломатических зданий в США? Ответ Путина был очень типичным для России Он пригласил ДТ американских дипломатов на рождественскую церемонию в Кремле Некоторое время он выглядел, что он выше этого Но что с тех пор? Ничего В Белом доме сидит другой президент А здание все еще находится под незаконным контролем США Отношение Путина в стиле выше этого принесло кому-нибудь пользу Особенно в долгосрочной перспективе Я точно так не думаю Существует простая истина, которую знает каждый полицейский Самовлюбленные бандиты не ценят хороших манер В этом есть урок Автор Андрей Раевский публикуется под псевдоним The Shaker Широко известный на Западе блогер Родился в Г. Цюрих, Швейцария Отец голландец, мать русская Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии в исследовательских структурах ООН Специализируется на изучении постсоветских государств Проживает во Флориде, США Публикуется с разрешения автора и издателя Перевод Сергея Духанова Новости политики В Европарламенте боятся, что Грета Тунберг агент Кремля